Отрывок из книги «Огонь Прометея» Людмилы Леоновны Стрельниковой и Ларисы Александровны Секлитовой Находясь в отпуске у сестры Мараховской Нуны, я стала свидетельницей группового разговора ее мужа с ней. Меня это возмутило, и я решила тайно до ее супруга увезти сестру и спрятать ее у себя, проучив его таким образом. Мы незаметно собрались и уехали, когда он был на работе. Вернувшись, он увидел, что его семейство исчезло. Но в итоге он понял, что они уехали к нам, приехал за ними, устроил нам скандал и забрал их к себе. Но скандала было мало. Высшие наказали меня еще и болезнью. Меня разбил сильнейший радикулит, который достался мне в наследство от отца. Я не могла ни встать, ни сесть. Боли были страшные. И пришлось терпеть, обходясь одними растираниями. Проболела я месяц, но в голове все время вертелся вопрос, за что же меня так наказали? Ведь я же хотела сделать доброе дело. И только когда нам дали информацию по карме, я поняла, что вмешалась в чужую карму. Захотела изменить чужую судьбу по-своему. То есть пошла против воли высших. Ведь это они написали судьбу сестры. И она сама должна была решать, что делать в той или иной ситуации. Я не имела права навязывать ей свои решения. Этот урок я запомнила на всю жизнь. И радикулит у меня в последующие 30 лет больше не повторялся. Я поняла самое главное, что любую помощь человеку надо согласовывать с высшими. Иначе мы вмешиваемся в их планы.